И радость моя в том, открываю вам секреты От них Жень столько, что загадывай, желание не назагадаешь И Женя Крежды, Женя Пронин, Женя Цыганов У нас Женя Панфилова художник-постановщик и по костюму художник Жень огромное количество Так вот, понимаете, Агриппина Стеклова, Василий Симонов, кто там еще? Рома Поланский То есть, компания настолько душевная И первое, на мой взгляд, событие для этого спектакля Мы одновременно сыграли премьеру и в Москве, и в Петербурге И вот только-только я сегодня прилетел из Архангельска И мы и в провинции его показали И вот этот треугольник Москва, Питер и российский город Архангельск Продемонстрировал нам неравнодушие и неспокойствие разного зрителя И умного, и простого, если можно так выразиться, не оскорбляя, не унижая Никого, и грамотного, начитанного, и просто людей, любящих театр Принимает очень неплохо И, признаюсь вам, уже от себя Витя Сухорукова Эта роль Сарафанова, тоже получив ее Как бы, вот мне просигнализировал человек Говорит, пойдем А кто просигнализировал? Паш Сафонов Сарафанов А в это время уже в Москве витали, в воздухе витала эта тема, эта пьеса И уже были у меня, как бы, позывы на эту роль, на эту пьесу Да, просто Паша Сафонов успел, опередил Не буду называть тех, кто хотел это сделать Но так сложились обстоятельства Есть вещи, которые неудобны сейчас даже говорить по телевидению Потому что импресарио театрального агентства «Свободная сцена», где мы это и поставили Элина об этом мне в Иерусалиме сказала А я говорю, боже мой, а мы уже репетируем Она аж ахнула, как одновременно в разных местах думали о том, как бы Сухорукову предложить роль Сарафанова И завершу я этот культ личностный монолог тем, что этой ролью я себе так придумал, наверное Я завершаю какой-то этап в жизни и перешагиваю на территорию в своей жизни под названием зрелость Вот такое ощущение, что это последнее мое пристанище Вы говорили, что ваше последнее пристанище, когда вы переехали как раз из помянутого города Питера в город Москву Вы тогда говорили, что вот это есть этап А тут я говорю о творчестве, театральном творчестве А так это было бытовое взросление? Да, да Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг в 19.30 На телеканале Москва-24 Я просто решил еще один отрывочек из своей беседы, из одной из своих бесед с Игорем Сухоруковым здесь оставить Потому что много говорят в последнее время после скандальной беседы Ксении Анатольевич с иностранным агентом Алексеем Вячеславовичем Панином Говорят все не то, что надо, а надо то, что сам Сухоруков говорит Концедеседник, кто такой вот